В студии прямого эфира Денис Баленко, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка России. Здравствуйте, Денис. Добрый день. И мы говорим о безопасности пользования банковскими картами. Начну нашу беседу с очень простого случая, когда некоторые клиенты банка после получения зарплаты на карту снимают все деньги сразу с нее наличными. То есть, правильно ли это? Ну, конечно, на наш взгляд, это не совсем современный способ поведения со своими финансами, потому что можно гораздо более интересно распоряжаться деньгами при оплате покупок, при совершении каких-то различных трат и так далее. Поэтому мы рекомендуем держать деньги на банковской карте, свободные средства размещать во вклады. Ну, наверное, все-таки еще наличка нам нужна, но уже не так часто, как это было раньше. А какая-то работа на этот счет проводится? Или вот мы сейчас-то делаем, проводим ту самую работу? Да, безусловно, работа проводится всеми и банками, и, например, платежная система виза на сегодняшний день проводит интересный конкурс с банками, и оплачивая покупки от 1000 рублей, вы можете выиграть поездку, путешествие и так далее. То есть, платежная система, в том числе Мастеркард, очень активна в этой области тоже. Ну, сейчас система виза, знаете, так, не все безопасно. Безусловно, все мы слышали о том, что сейчас прорабатывается проект национальной платежной системы, поэтому я думаю, что так или иначе мы всегда будем с картами, и это будет надежно. Вернемся непосредственно к карте. Что делать, если утратил банковскую карту? Вот первые шаги. Ну, наверное, как это водится, главное не впадать в панику. Надо, наверное, остановиться и поразмыслить. А где же я ее в последний раз видел? И если действительно есть сомнения или есть подозрения в том, что карта утрачена, то лучше ее просто заблокировать. Для этого есть несколько способов традиционный. Можно позвонить по телефону в контактный центр вашего банка, чья карта, и сообщить о том, что я владелец карты, я хочу заблокировать. Там спросят подтверждающую информацию и совершат эту операцию. Эта операция абсолютно бесплатная. И если вы вдруг найдете карту, то на следующий день или еще она как-то появится, то вы можете разблокировать ее и продолжить пользоваться. Ну, бывает так, что когда клиент теряет карту, например, а сам он ее случайно оставил в банкомате, не будет ли блокировка являться каким-то дополнительным препятствием? Может, не стоит торопиться узнать об этом? Ну, вот это как раз тот момент, что надо сесть, остановиться и подумать. И если вспомните, что вы ее забыли в банкомате, тут все-таки есть риск того, что вы убежали очень быстро из банкомата. Ну, зачем вообще ходить в банкомат? Ну, разве что заплатить за какие-то услуги. И кто-то ей воспользовался, когда вы убежали, она еще была видна из банкомата, и кто-то ее достал. Тогда тоже стоит ее блокировать. Если же она была, скажем так, проглочена этим чудным устройством, то, соответственно, пугаться не стоит, блокировать не надо. Нужно прочитать на банкомате информацию. Там, как правило, есть рекомендации, что в этом случае делать. Если это в офисе банка, то, как правило, сотрудники смогут помочь. Если это банкомат вне офиса банка, то там есть телефон, куда можно позвонить и уточнить все следующие свои шаги. Ну, часто бывает так, что действительно очень страшно, что злоумышленник может воспользоваться картой. Тем более мы с вами знаем, что сейчас некоторые магазины обслуживают ряд покупок без пин-кода. Вот какие на этот счет проводятся какие-то профилактические работы, и как обезопасить себя от этого? Конечно, банки заинтересованы в том, чтобы клиенты пользовались услугами, поэтому они стараются помочь клиенту и защитить себя в этой ситуации. Многое из способов. Ну, во-первых, то, о чем вы сказали, возможности покупки без пин-кода, это, как правило, маленькие суммы. Во-вторых, наверное, ключевая безопасность в части владения банковской картой это подключение услуги, по-разному называется, но, как правило, мобильный банк. То есть, когда по каждой операции к вам приходит смс. Извещение, да. Да, вы понимаете, что это за операция. Если это ваше, то все хорошо. Если не ваше, то надо внимательно прочитать смс. Если номер карты в смске ваш, и все похоже на ту смску, с того номера, с которого обычно к вам приходят смски от вашего банка, то действительно надо вспомнить, а где моя карта, проверить ее в кошельке. Если ее там нет, то, опять же, блокировать ее. Я, наверное, еще добавлю, что блокирование карты можно делать не только по телефону, но точно так же через тот же мобильный банк, через интернет-банк. То есть, способов достаточно много. Либо напрямую обратиться в офис, если он буквально битариатом, зайти и оформить это заявление. Ну и завершая беседу, все-таки расскажите об общих мерах безопасности, которые предпринимает банк в отношении своих клиентов. Вот касаемо карт. Ну, самое главное, на самом деле, безопасность на стороне клиента, это никому не разглашение своего пин-кода по карте, ну и бдить за картой, поскольку... Не писать на обратной стороне. Точно, и не хранить рядом с картой и так далее. На самом деле, пин-код можно сменить на удобный для себя, чтобы его не забыть, запомнить. Может быть, один на все карты сделать, если немного карты. Так, сейчас, я знаю, предлагают при получении карты самому код. Такого раньше не было. Да, то есть, опять же, банки идут навстречу клиенту. Кроме того, банки сами заботятся о безопасности, они ограничивают перечень операций, которые, например, если ваша карта все-таки украдена, и злоумышленник знает нужную информацию, и он начинает списывать, то они ограничивают суммы, которые можно на чужие телефоны перевести и так далее, и так далее. Спасибо, Денис, что рассказали нам об этом. Я думаю, что информация была полезна для наших зрителей. Спасибо вам.